Перед началом работы участников молодежного форума пригласили прогуляться по Арбату. В фойе Центра детского творчества развернулось несколько площадок. Желающие могли приобрести изделия ручной работы на ярмарке, поиграть в логические игры или же посмотреть творческие выступления. Здесь музыканты исполняли композиции собственного сочинения, юные художники создавали портреты. Все участники программы активные и талантливые молодые люди. В таких мероприятиях они могут проявить себя. В нашем городе такие мероприятия, большая редкость. Тут хотя бы как-то собрались творческие люди, хендмейдеры и фотографы. Поэтому хотя бы как-то просвечаем молодежь. Во время регистрации среди молодежи волонтеры добровольческого движения «Белая река» провели своеобразный опрос. Надо было на листе бумаги изобразить свое понимание счастья. Многие даже не могут представить себе, что это. Хотя многие говорят, что я счастлива. А что для тебя счастье, никто не понимает. И вот мы просим, чтобы они нарисовали его. Ну, очень много интересных там идей. У каждого счастье свое. У кого-то это семья, у кого-то солнышко, у кого-то настроение хорошее. Один мальчик нарисовал мороженое. Торжественное открытие форума состоялось в актовом зале ЦДТ. В зале собрались делегаты от всех учебных заведений города. Для участников были представлены концертные номера творческих коллективов. Создание условий для включения инициативной и талантливой молодежи в процесс социально-экономического развития города. Таковы задачи форума. Об этом в своем приветственном слове говорила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Сегодняшний форум особенный, потому что мы проводим его в статусе территории, опережающей социально-экономического развития. И вот только что возникла у нас идея создать молодежный проектный офис, который наравне с городскими руководителями и с городской управленческой командой будет работать над развитием города. И сегодня мы ждем от молодежи идей инициативы, продвижения. Форум поможет получить новые знания, попробовать себя в реализации новых идей, расширить круг знакомств. В зале собрались активные и инициативные представители молодежи. Организаторы возлагают на них большие надежды. Ведь именно молодые люди способны предложить новые пути развития города. После ознакомления с программой работы и обсуждения темы активного участия молодежи в жизни города продолжилось в секциях. Всего работало шесть площадок. В работе форума приняли участие представители молодежного совета Приволжского федерального округа, Всероссийского волонтерского центра города Москва. Очень хотелось бы, чтобы ребята сегодня здесь, на нашей площадке, увидели себя с другой стороны. Увидели в себе те ресурсы, те возможности, которые в них, несомненно, есть, но они их просто не замечают. Форум дал ребятам возможность найти единомышленников и узнать много интересного. О том, как разработать проект, суметь его реализовать. Студенты и школьники предлагали инновационные идеи в области экономики и социальной сферы. В этом направлении практические занятия провела многократный победитель грантовых конкурсов Марина Сафонова. Все новые проекты прошли экспертизу у специалистов. Целью экспертов найти ошибки в проекте, то есть указать те риски, минусы проекта. А во второй раз, когда они поработают над тем, чтобы это все учесть, исправить, они пройдут круг экспертов повторно. Но эксперты уже будут конструктивные предложения давать проект. Как проект сделать более уникальным, как внести туда новизну, может быть, каких-то участников добавить. Как строить бизнес в возможностях самореализации и воплощения собственных идей в кризисное время? Об этом говорил и куратор республиканской программы ИТИ-предприниматель Елена Петрова. Молодые люди узнали истории успеха, о новых способах привлечения средств на старт. «Пришли к тому, что идеи есть. Самое важное – это сделать первый шаг в реальной деятельности. И здесь, как никогда, нужна помощь старших товарищей, которые уже занимаются предпринимательством. И наше предложение основное – это сформировать в рамках реализации программы в городе Кумертау совместно с администрацией Клуб наставников из действующих успешных предпринимателей, которые в рамках обсуждения проектов молодых людей могли бы им подсказывать, как реализовать свои идеи». Работы на площадках проводились в форме игры, дискуссии, практических занятий. После работы в секциях на закрытии подвели итоги. Было отмечено, что работа прошла успешно. Всего участники представили семь проектов, два из них будут направлены для участия в республиканском конкурсе. Участники форума были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации.